Спасибо, уважаемый Абдул Анигматович. Хочу еще раз сердечно вас поприветствовать. Здесь это мой первый визит в Узбекистан в качестве представителя правительства Российской Федерации. И хочу, конечно, благодарить вас, всех наших узбекских друзей, за теплый прием и гостеприимство, и за замечательно организованный бизнес-форум. И, конечно, прежде всего, также хочу попросить вас передать наилучшее пожелание от президента России Владимира Путина, уважаемому Шабкату Романовичу Мерзиёеву, и от меня лично. И хочу сказать, что мы в России искренне дорожим нашими добрососедскими, партнерскими и союзническими отношениями с Узбекистаном. Они основаны на исторических традициях дружбы и взаимного уважения наших братских народов. В этом году мы отмечаем 30-летие восстановления дипломатических отношений, ну и, конечно, хотим наполнить наше взаимодействие новым содержанием. Прочная основа для этого создает подписанная нашими президентами 15 сентября здесь, в Самарканде, декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Узбекистана. Мы с вами, уважаемый Абдул Анигматович, у правительственной линии координируем совместную работу по выполнению договоренности наших президентов, которые приняты на высшем уровне. Важно, что, несмотря на сложную ситуацию в мировой торговле, наше торгово-экономическое сотрудничество постоянно укрепляется, развивается и охватывает новые сферы. По итогам прошлого года, я говорил сегодня уже об этом на форуме, Россия стала главным торговым партнером Узбекистана, впереди в Китай. То есть наш взаимный оборот вырос на 17% и дошел практически до 7 миллиардов долларов. А в январе-октябре мы уже отфиксировали увеличение более чем на 30%. Это уже около 7 миллиардов долларов, 6 миллиардов 900 миллионов мы делали подсчеты. То есть за 10 месяцев у нас рекорд, и я очень надеюсь, о чем вы сказали, и мы с вами должны обязательно выполнить это, довести взаимный оборот наших торгово-экономических связей до 10 миллиардов долларов, то, что нам поручили наши президенты. Хорошие перспективы у нас для углубления кооперации остаются в целом ряде отраслей. В промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, в других областях. И конкретные проекты обсудим на заседании совместной комиссии глав правительства. Только что мы с вами, уважаемый Аудланник Бандж, посетили бизнес-форум, и в нем принимают участие несколько сотен представителей ведущих российских компаний, предприятия малого и среднего бизнеса, представителей узбекского бизнеса. Предлагаю сделать этот форум ежегодным. Мы с вами об этом говорили. Эта инициатива, мне кажется, была бы очень полезна для, в том числе, расширения нашего сотрудничества. Налаживание бизнес-контактов, новых операционных связей точно абсолютно посодействует росту товарооборота и привлечению взаимных инвестиций. Мы также придаем особое значение межрегиональному сотрудничеству. С Узбекистаном активно работают 80 субъектов Российской Федерации. По линии регионов, перечень из 54 совместных проектов есть на сумму более 1 миллиарда долларов. Инициативы мы будем поддерживать на правительственном уровне. Мы приветствуем расширение участия Узбекистана в евразийской интеграции. За короткий срок, с момента получения статуса наблюдателя, проведена была масштабная совместная работа. По ряду направлений Узбекистан уже выступает в качестве равноправного партнера для государств и членов Союза. Убеждены, что участие в евразийской интеграции обеспечит благоприятные условия для экономического развития Узбекистана и, главное, повышение благосостояния граждан Узбекистана, расширение деловой и инвестиционной активности. Признательны руководству Узбекистана за внимательное отношение к русскому языку. Активно продвигаем совместные проекты по повышению качества преподавания русского языка в школах с участием российских специалистов на основе современных технологий. У нас большая и содержательная повестка. Уважаемый Аплан Игбанович, готовы обсудить все вопросы. Спасибо вам. Уважаемый Михаил Владимирович, позвольте приветствовать вас, а также всех членов российской делегации на гостеприимную узбекскую землю. Сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия, поддержки, уважения, интересов друг друга. Залогом такого сотрудничества стали регулярный диалог и доверительные отношения между главами наших государств, уважаемым Шаркат Миромовичем Мюзьевым и уважаемым Владимиром Владимировичем Путином. Прежде всего, благодаря их общим усилиям, за последние годы узбекско-российское сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества. В ходе встречи глав государств в Самарканде в сентябре текущего года также были достигнуты важные договоренности практически во всех сферах двустороннего взаимодействия. Перед правительствами поставлены конкретные практические задачи по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества. С удовлетворением можно отметить высокие темпы роста торгово-экономических отношений. Так, объем торговли с начала года превысил 7,5 миллиардов долларов. Средняя динамика роста взаимной торговли держится на уровне 30%. К концу текущего года этот показатель может приблизиться, как Вы уже говорили, уважаемый Михаил Владимирович, к 10 миллиардам долларов. В настоящее время в Узбекистане осуществляет деятельность около 3 тысяч предприятий с участием российского капитала. Уверены, что в нынешних непростых условиях наше экономическое партнерство может развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. В качестве важной платформы, как уже сегодня отмечалось, для налаживания новых деловых контактов и развития промышленной кооперации рассматриваем выступку инопрома. Мы также заинтересованы в наращивании узбекско-российского сотрудничества в транспортно-логистической и транзитной сфере. Приоритетным в этой сфере может быть формирование альтернативных международных транспортно-транзитных корридоров. Большую значимость приобретает укрепление межрегиональных связей, которые придают новый импульс деловым контактам и открывают перспективные направления плодотворного партнерства. Укрепляется отношение научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферы. Большой потенциал имеется в сфере туризма. К слову, сегодня у нас есть хорошая возможность в сфере часы еще раз детально обсудить наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки, наметить планы по дальнейшему укреплению и расширению нашего взаимодействия. Уверен, мы конструктивно обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и найдем новые точки роста дальнейшего расширения и укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Продолжение следует...